Делать или не делать прививку? Несмотря на то, что пандемия длится почти год, этот вопрос по-прежнему волнует людей. Но победить эпидемию невозможно, пока большая часть населения не будет привита. В Химках активно вакцинируют жителей, спутником ВИ. Его эффективность уже доказали исследования. Вакцина вводит двукратно. После первой инъекции у 60% людей вырабатываются антитела. На втором этапе они уже у 93%. Что бывает с теми 8-7% у которых мы не видим антител после проведенной вакцинации? Эти пациенты тоже защищены, но их защита менее сильная. Поэтому они могут переносить эту инфекцию в легкой форме. Таких пациентов в Химках всего 10. Они перенесли болезнь легко и в настоящий момент здоровы. Всего же сделали прививку более 12 тысяч человек. Так что причин для беспокойства нет, говорят медики. Мы можем сказать, что она переносится достаточно хорошо. У части людей могут быть симптомы, которые не бывают продолжительнее, чем 1-2 дня. То есть насморк, заложенность носа, слабость, утомляемость. У части людей бывает температура. Иногда она бывает высокой, больше 38. И, как правило, это молодые люди, у которых хорошая иммунная система, которая мощно отвечает на введение вакцины. Медики единогласно говорят, вакцинироваться нужно, даже если вы уже перенесли ковид. После прививки антитела держатся до года, тогда как срок их жизни после болезни гораздо меньше. Сделав пару уколов, вы защитите не только себя и близких, но и поможете всем пациентам. Ведь когда большинство людей будут привиты, медики получат возможность лечить все болезни, а не только ковид. Редактор субтитров А.Семкин